Предупредить или выявить заболевание на ранней стадии поможет диспансеризация. Медицинское обследование необходимо проходить раз в три года, а после 49 лет – один раз в два года. Процедура бесплатная и занимает не более двух часов. Валентине Марковской, 72 года, чувствует себя отлично, диспансеризацию не пропускает. Внимание, обращаясь на свое здоровье, когда пригласят, ты думаешь, надо же сходить, а так обычно забываешь, что некогда, а так приходишь и консультацию получаешь, сдаешь анализы. Диспансеризацию я прохожу уже третий раз, хочется узнать о состоянии своего здоровья. Диспансеризация включает в себя анкетирование, измерение артериального давления, определение индекса массы тела, анализ крови на сахар и холестерин, флюорографию. После 30 лет список исследований с каждым годом расширяется. Добавляется визит к гинекологу, скрининги. На рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта и предстательной железы измеряется глазное давление, обязательно ЭКГ. Самоконтроль и контроль за здоровьем должны быть направлены на одно – на выявление болезни в состоянии предболезни, когда еще можно что-то исправить. Вот на это нацелены. Правильно составленное анкетирование, правильная оценка этой анкеты позволяет, казалось бы, по безобидным вопросам, позволяет доктору заметить признаки предболезни. Процедура занимает не более двух часов и предусматривает два визита. Первый день – обследование, второй раз через неделю – результаты. В случае необходимости врач направит на консультацию к узкому специалисту или назначит развернутое исследование. Пропускать диспансеризацию не стоит, выходит себе дороже. Медики рекомендуют следить за состоянием здоровья самостоятельно, регулярно мониторить уровень сахара и холестерина, измерять артериальное давление и пульс. Изменение показателей – уже повод для обращения к врачу. Ольга Шалыгина, Денис Остапенко, 9 канал.